Мои дорогие девушки, я рада приветствовать вас снова на канале Секреты стиля. Сегодняшняя тема у нас будет самая практичная сумочка в нашем гардеробе. И если мы говорим уже о самой практичной и удобной сумочке, то тут я хочу сразу же обратить ваше внимание на сумки, которые получили название Crossbody. У меня такая сумочка была в гардеробе очень долгое время. Вот такая вот от Prada. Эта сумочка неимоверно удобна, потому что сюда помещается и телефон, и ключи от дома, и ключи от машины, и наша визитница. То, что нам необходимо. При этом мы закидываем такую сумочку через плечо, и это освобождает, как вы видите, наши руки. То есть мы можем свободно заниматься своими делами, не думая о том, куда пристроить сумочку. Идти куда нам нужно, делать то, что нужно. И сумочка всегда с вами. То есть вот такая сумочка Crossbody должна быть в гардеробе у каждой женщины, потому что она удобная, практичная. И естественно лучше всего покупать ее очень твердой формы, да, структурированной, для того, чтобы она не вышла из моды. Потому что, как вы тоже, наверное, все прекрасно уже знаете, бесформенные сумки-мешки уже давно не в моде. Вот от таких бесформенных сумок, даже если они у вас в Crossbody, вам стоит избавиться, как можно скорее. Я себе только сейчас приобрела новую сумочку от французского дома Carver. Это среднеценовой сегмент. Вот такая прямоугольная, на длинном ремешке. Очень удобная, очень практичная, прекрасного качества кожа. Здесь вот такой хороший и он очень прочный замок, да, вот, такой добротный. Добротная кожа пуленепробиваемая и вот такая вот застежка, которая просто как декор служит. Ничего тут не застегивает, да, то есть просто декор вот такой интересный в сумочке. Кстати, тут есть кармашек, вот, потайной. Вот так. Этого я не знала. Сейчас обнаружила, какая вам хватает. Ну вот так, как-то так. Вот такую сумочку я приобрела и рекомендую вам также, видите, 60% скидка. Если вы найдете что-то от Carver, то обязательно берите. Чем этот бренд необычен и чем хорошо инвестировать? Тем, что у них был совсем недавно очень классный креативный дизайнер Серж Руфил, кто не знает. Он пришел прямо из Dior и начал работать в этом креативном доме с февраля 2017 года и проработал ровно 3 сезона. Сейчас дом французской Carver претерпевает огромные финансовые трудности и потому вы можете найти очень хорошего качества кожаные изделия по приятной цене. Очень хорошие аксессуары. Если у вас уже есть классическая сумочка Crossbody, то, естественно, можете себя порадовать чем-то более оригинальным. Вот такая фурла, к примеру, у меня есть, которая на длинной интересной цепочке. Очень красивое приобретение тут цепочка. И эта сумочка уже у нас в анималистик принтах. То есть тут уже у нас идет зебра, да, сумочка зебра. И, конечно же, такая сумочка не всегда легко впишется в ваш гардероб. Она должна как минимум подходить к остальному вашему ансамблю. Здесь нейтральные цвета. Такую сумочку как раз легче вписать. Она немного легче. Но все равно тут фурнитура у нас золотая. И потому кое-какие проблемы будут иногда. Все-таки берем черную, какую-то темную, с темной фурнитурой сумку. Будет намного легче вписать ее в ваш гардероб. Дальше, что я хотела вам сказать. Многие из вас наверняка знают о легендарной сумке Шанелли 2,55. Но немногие из вас знают, почему же она приобрела такую немоверную популярность. Когда сумка была выпущена в 1955 году, она сразу же обрела популярность среди женщин. А все потому, что женщины в то время носили радикюли. Маленькие сумочки, которые были в основном из ткани, из атласа, из шелка. Декорировались хрусталем, бисером. И такие сумочки, они не имели никакого ремешка. То есть нужно было постоянно держать в руке. И потому сумочки ложились на стол, в ресторанах, на сиденья. И они терялись очень часто. Женщины теряли эти сумки. Это было жутко-жутко неудобно. И вот потому сумка стала культовой, легендарной. Она наконец-то освободила нам руки. С тех пор сумка пользуется неимоверной популярностью. И она просто мастхэ в всех фешинисток. Ее все безумно хотят. Но если у вас на данный момент нет средств купить такую сумку, то начните с чего-то более простого. Возьмите средний ценовой сегмент. Важно здесь, еще раз повторяю, качество сумки, качество ее кожи и не очень приметная фурнитура. Для того, чтобы вам было легко эту сумку комбинировать с вашей повседневной одеждой. Потому что, когда вы с утра одеваетесь, вы же не хотите создавать весь образ вокруг сумки. Вы одеваетесь, как и я, наверное, исходя из вашего настроения. И, конечно же, вам не хочется зависеть от какой-то маленькой детали аксессуара. Было бы это очень глупо. Я решила показать вам несколько сумок, которые с успехом заменят вам Chanel 2,55. Обязательно присмотритесь к ним. Они очень интересные, очень оригинальные. Цена у них намного более демократичная. Многим девушкам очень нравится сумка Serenbox, потому что она достаточно уместительная, хотя и является малышкой. Пинчаная в размере Gucci Dionysus будет отлично смотреться как с байкерскими ботинками, так и с сапогами до колен. Неимоверно популярна сумка Gartenzi от Wandler. Она из кожи с цветными блоками. На пике моды также находится сумка под названием Gate от бренда Leve. И напоследок хочется упомянуть популярную сумку Gucci Disco, которая находится слева. А справа у нас новинка Offite Mini Flapback. И она самая стильная в зимнюю погоду. Очень хорошо смотрится с пуховиком. И создает спортивные образы. Я вам также покажу несколько примеров сумок, которые могут быть качественные, которые могут быть от хороших брендов, но которые ни в коем случае не надо покупать. Потому что они сразу испортят ваш образ, состарят его и сделают вас в антитренде просто. Этого не нужно ни в коем случае делать. Итак, если у вас уже одна сумочка, которая нейтральная, нейтральных цветов, это мы берем черный цвет, коньячный цвет или белый. Можно также серый цвет. Если одна такая сумочка у вас уже есть и она у вас для вашей повседневности, то вы можете приобрести себе и другую какую-то сумку, которая будет интересной формы, она может быть необычной расцветки. И также это может быть, конечно же, сумочка Crossbody, потому что практичность, как я уже говорила, у нас идет всегда прежде всего. Тем более сейчас очень в тренде носить несколько сумок. К примеру, вы можете использовать Crossbody вместе со своей обычной сумкой, которую вы носите на работу с деловой сумкой. Или вы можете брать рюкзак на плечи, если у вас, к примеру, маленький ребенок. И также комбинировать с Crossbody сумочкой, потому что какие-то ценные вещи, ваши карточки, деньги и ключи от машины, все-таки лучше держать ближе к телу, а не где-то спиной в рюкзаке. Особенно, если вы пользуетесь общественным транспортом. Так, хотела вам еще рассказать про мой маленький секрет. Если вам это подходит, интересно, то также этим пользуйтесь. С удовольствием с вами делюсь. Если вы все-таки хотите купить какую-то немоверно трендовую, интересную сумочку Crossbody, и все-таки она перепрыгивает через ваш бюджет, не входит в рамки вашего нормального бюджета, то я вам советую, кстати, купить такую сумочку на Алиэкспресс. Что я и сделала себе. Я себе заказала сумку. Не путайте, пожалуйста, с копией. Я терпеть не могу копии, ненавижу, когда люди копируют сумки, покупают копии и выдают за оригинал. Это никогда не смотрится круто. Это скорее тоже антитренд, большой антитренд, потому что кто-то разбирается, сразу же увидит, что копия. Как вы сразу видите, эта сумка у нас не Dior, это просто сумка с похожим дизайном. Почему это не копия? Потому что тут никаких нет лого или атрибутики, которые обычно у нас на сумке оригинале. Допустим, тут должна быть у нас буква D, которая свисает. Вот из-за такой маленькой детали мы видим, что сумка просто похожая. И, кстати, очень хорошего качества эта сумка. Хорошо выполнена, все строчки очень красиво сделаны. Вышивка здесь, да? Отвечает всем стандартам качества. Но, естественно, я не собираюсь ее носить каждый день. Тут отстегивается, кстати, ремешок. Вот так. Эту сумку я не собираюсь носить каждый день, потому что на каждый день у меня есть сумочки Crossbody. А это просто как дополнительная деталь гардероба, чтобы создавать интересные какие-то образы. И для того, чтобы попробовать именно в гардеробе вот этот тренд, чтобы применить тренд. Ну, мне это очень интересно, стилистически применить то, что сейчас модно. При этом я не могу себе позволить покупать сумки класса люкс за 5-6 тысяч и более тысяч евро, для того, чтобы просто поиграться один сезон с ними на инстаграме. Потому что, к примеру, вот эта сумка из-за вот такой интересной формы, да, из-за того, что она невместительная, тут совершенно мало места внутри, да, из-за этого даже не всякий телефон сюда влезет. Уже не говоря, что вы можете сравнить с Prada. Prada намного более вместительная, да, в сравнении с этой малюсенькой-малюткой сумочкой. Но для одного сезона стоит поиграться. Еще вам покажу сумки, которые вы можете купить подобные. Не копии, снова же, а подобные. То же самое продается и в Zara иногда. Они очень любят копировать некоторые детали от брендовых сумок. Там вы тоже можете купить неплохого качества сумки, чтобы просто поиграться с новым трендом на один сезон. Но я не советую покупать вот такие сумки и постоянно их носить, потому что, во-первых, у них облазит очень быстро фурнитура. И такая сумка, она может оставлять следы на одежде. Если она какого-то темного цвета, будьте очень осторожны. Сумочка кроссбадди на более простом языке будет просто сумка через плечо, потому что ее можно носить через одно плечо, через все ваше тело, да, кроссбадди. То есть мы поперек тела вешаем, да. А также очень модно сейчас трендово носить просто в руке за ремешок. Самое важное, смотрите на форму этой сумки. Она должна быть четкой, структурированной, геометрической формы. Ни в коем случае не топорщится и не висеть каким-то бесспорным мешком, который не имеет четких контуров. Потому что именно такие сумки, они не модные. Пишите, есть ли у вас в гардеробе сумочки кроссбадди. Пишите, собираетесь ли вы их покупать, если у вас нет. И какие ваши фавориты сумки на будущий сезон. Оставайтесь на этом канале и увидимся в следующий раз. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok